Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о психологии, отношениях и о любви. И в этом видео я хочу с вами поболтать, рассказать вам маленькие моменты из психологии, о которых я хочу, чтобы вы задумывались в своей жизни. Возможно, когда-нибудь в какой-то ситуации, именно в отношениях, вы вспомните обо мне этих словах и, может быть, примите какое-то другое, более верное решение. Модель взаимодействия мужчин и женщин на данный момент в социуме что приемлемо? Априори здоровые отношения, то есть обреченные на удачу, на успех, на счастье отношения. То есть в данный момент в социуме, где мы живем, в обществе 21 веке, это партнерские отношения. Я сейчас буду это немножко разжевывать со стороны взгляда на наше постсоветское пространство, потому что в Европе это понимание пришло гораздо раньше, где-то в середине 20 века, к концу 20 века. В начале 21 века прекрасно это все используется. А мы сейчас только к этому приходим. О чем я говорю? В силу нашего экономического, технического прогресса, развития технологий, мы стали более самостоятельные. Люди теперь уже не так нуждаются в семье и в браке. Это, по сути, минусы. Участились разводы. Честно скажу для меня вопрос, несчастны ли от этого люди или несчастны ли от этого дети, если такое количество разводов, очень часто наши мамы и бабушки так этим парируют. У меня под вопросом это, потому что я в своей практике встречаю больше фраз, рассказов о том, что я так хотела, чтобы мои родители развелись или моя мама ушла от то, чем это было невозможно терпеть, они плохо жили и так далее, да. Когда бракен, по сути, учили сохранять, и поэтому жить, например, без одного родителя в неполной семье, возможно, даже лучше и спокойнее, чем в наборе полной семьи с двумя родителями, которые, например, дерутся, ругаются, конфликтуют и, в принципе, живут там разными жизнями. Что лучше, да, тут уже можно подумать, то или то. Я выбираю за, может быть, не за полную семью, но за то, чтобы люди были счастливы и меньше травмировали друг друга. Так вот сейчас, да, много разводов, плюс это минус, еще надо посмотреть эту ситуацию, повертеть, но больше стало самостоятельных людей в 20 век, технический прогресс, экономика, независимость, независимость женщин, больше с каких-то социальных тем, программ на поддержку в социуме и личности индивидуальных и так далее. И женщины стали более самостоятельными. Теперь женщина, в принципе, может зарабатывать больше, чем мужчина гораздо. У нее больше свободной работы в том плане возможностей, профессии, появился интернет, самозанятость какая-то, да, не только чисто ты хочешь, делаешь вот эту работу, выше своей головы не прыгнешь. Эмансипация в том числе. Плюс у женщины больше возможностей технологических, помощь бытовая, стиральные машинки, посудомоечные машины, там варящие всякие приспособы и вся вот эта история, рестораны, доставка и так далее. То есть, если ты зарабатываешь деньги, ты можешь себе это позволить какую-то более-менее комфортную жизнь или улучшить свой комфорт в жизни. Соответственно, няни, садики, вся прочая история, какие-то технологические приблуды для воспитания детей, видео няни, всякие там пароварки для пюрешек, вся вот эта история. То есть, техника нам помогает воспитывать детей, жить и не нуждаться в помощи своих близких окружающих, и, в частности, супруга. Это огромный плюс. Это дарит несомненный плюс нашу независимость, свободу. Но, с чем я сталкиваюсь в своей практике, очень многие женщины не хотят свободы, потому что они еще воспитаны мамами или были рождены в то время советское, постсоветское время, когда нас учили быть зависимой, а не независимы и свободны. Вообще, в принципе, по нашей истории мы очень тяжело и плохо берем ответственность, свободу в свои руки за свою жизнь. Нам надо, чтобы нами руководили, нами правили, начиная там от политики, работы, родственники принимали решения, давали советы и так далее. Нас, в принципе, наше советское время воспитывали, и до советское в том числе, нас воспитывали очень зависимыми. Зависимыми от окружающего мнения, зависящими от обстоятельств и так далее. У этого один большой плюс есть, это снимается на соответственность. Если что-то произошло, я веню Бога, судьбу, вселенную, к тому, кто дал плохой совет, но не самого себя. Но жизнь твоя, по сути, и от неправильного какого-то решения страдаешь ты, но виноваты все другие. Это очень удобная позиция жертвы. Жертва или человек, застрявший в детстве, например, он не берет как ребенок на себя ответственность за свою жизнь. От этого очень много проблем изникает. Так вот, про отношения, казалось бы, причем здесь мужские и женские отношения. Это относится ко всем, в любых, в принципе, странах. Это, я сейчас вижу, как это работает также в Турции. И когда, казалось бы, тут патриархат, ну, здесь я бы не сказала, что вообще патриархат, и где есть голова, жена, муж. Но я говорю, свой опыт рассказываю по семейным парам, моими ровесниками, к какому-то такому же социальному уровню и так далее. Я не попадаю в какие-то кранцы, я беру такой средний, статистический, какой-то средний класс, да. Так вот, здесь очень много также партнерских отношений. Что такое партнерские отношения? Это здоровые отношения, когда мужчина и женщина. Дело не в партнерстве, когда ты платишь. У всех наших сразу постсоветское. Черт, 50 на 50 платить, надо работать, и там вот эта история. Нет. Это когда меня мой партнер любит без условий, безусловно. Он меня принимает и с моим добром, и с моим плохим, то есть в горести и радости, да, по сути клятва свадебная. Меня не критикуют. Если я ошибаюсь, он меня принимает с моей ошибкой, поддерживает меня. Я его, в свою очередь, все то же самое делаю, да. И параллельно нашим отношениям каждый реализуется каким-то образом в своей сфере работа, хобби, увлечения. У меня есть какие-то свои отдельные друзья или подружки, с которыми я встречаюсь и так далее. То есть моя жизнь не 100% сфокусирована вокруг этого человека, для этого человека или для нашей семьи и так далее. Вот это уже не очень здоровая история, потому что там всегда, везде, в таких вот условиях, рано или поздно вот эта потребность, она исчезает, перерастает. Сейчас об этом расскажу. Какие отношения нездоровые? Когда я вступаю в отношения для закрытия своей какой-то потребности. Например, у меня проблемы там с мамой у мужчины, и он ищет себе повторение своей мамы или сводит свою счет, что с такой супругу выбирает, которой можно придираться, докапываться. По сути, на самом деле, подавленную свою агрессию, претензии к своей матери он вымещает на своей жене. Он же выбирает себе такую жену, которой можно докапываться, или которой могут быть претензии. Это был его осознанный выбор для закрытия этой потребности. Или женщина выбирает себе покровителя мужчину, который за нее берет ответственность, платит деньги, или ей не нужно работать, или функцию папы выполняет опекуна и так далее. Потребности может вообще миллион всяких разных быть. Или зависимые какие-то люди в аддикциях, в депрессиях и тому подобное. Или невротики друг друга встречают. Вообще красота. Расстаться не могут. Вместе мучаются. Кактус все этот кушает, уколется. Так вот, закрытие потребности. Мы вступаем в союз для закрытия потребностей. Это априори не для любви. Не для поддержки друг друга. Я это условие. Вот счастливые отношения без условий я полностью принимаю человека, не пытаясь его под себя переделать. А условия я выбираю этого партнера для себя, потому что он не нужен для чего-то. Может, это выглядит не очень красиво, но на деле так и есть. Так вот, выбрав этого партнера и закрывают, называется потребность. Партнер по потребностям какую-то функцию он несет. Так вот, если мы берем, например, девочку, которая, там, 23 года встречается с дядей гораздо старше, который берет роль опекуна, мужчина, который чешет свое эго, которому нужна, вот мы реально смотрим на ситуацию, послушная, покорная, без права голоса, выполняющая то, что он говорит. Он ей дает там деньги, хорошее, может быть, содержание. Ему нужна вот эта девочка, которая заглядывает в рот, которая ему повышает самооценку. Он ее выбрал для своей потребности поднятия самооценки. Она его выбрала на роль отца. Но с течением хода истории девочка, ее возраст меняется, все стареем. У мужчины может все так и остаться, если он уже был сформированной личностью в возрасте, в такие отношения вступил. Ему так и будет нужна такая молодая девчонка. А у нее оценка ценностей. Ее подружки выходят замуж, рожают детей, работают, и она видит, например, они счастливы, они достигают чего-то, таких-то успехов. У них какие-то хобби, интересы, зарабатывают деньги, чувствуют себя самостоятельно и в натуре. И этого тоже хочется. И она внутри себя это чувствует. Это нормальный ход нашего развития человеческого. И такая уже девочка к 30 годам понимает, что, блин, я бы хотела, может, какую-то профессию обладеть или платить и там учиться. А я что из себя вообще, как чему? У нее может быть кризис среднего возраста, потом лет 35 будет, да? То есть оценка ценностей. А что я достигла? Что у меня есть? Да, если у нее есть там семья, дети, на этом тоже жизнь вся не закончилась. Эти интересы рано или поздно тоже сойдут. В общем, она задается другими вопросами. И она выходит автоматически с ходом своего развития. Ну, дай бог, если она развивается, правильно? Если она не стагнируется, как она и была 23 года к 40 своим годам. В общем, она выходит из роли этой девочки, которая будет послушно заглядывать в рот. Ей уже хочется, чтобы с ее мнением считались, чтобы ей не давали просто деньги, говорили отстань, чтобы она что-то выбирала, чтобы она что-то принимала, какие-то решения в своей жизни и так далее. И вот уже вот этому, назовем покровителю папику, такая девочка неинтересна. Потому что он изначально бы себе нашел такую партнершу, постаршую, свою ровесницу, которая была состоявшейся личностью, с которой нужно советоваться, услышать ее мнение, дискутировать, общаться и так далее. Такой уровень бы сразу себе искал. То есть, соответственно, эта девочка уже выросшая не подходит под сценарий, под мотивацию начала отношений этого мужчины. Такие отношения, они дают вот этот момент трещину. Мы всегда в каких-то ролях. Есть, я вам точно скажу, когда вы будете счастливы, можно вступать в отношения по каким-то потребностям, но когда в ходе отношений у обоих партнеров эти потребности могли, ну, течением времени израстись, закончиться, они неинтересны стали, да, и партнеры при этом вместе остаются, принимая друг друга, прислушиваясь, поддерживая и так далее. Вот когда внутренняя вот эта ниточка существует между партнерами, отношения могут продолжаться, они могут перетекать в здоровый, как бы сказать правильно, вариант развития отношений. То есть, кто вступает в отношения, собирается замуж и так далее, вообще рассматривайте какие-то серьезные отношения партнера своего и думаете, у вас есть сомнения, у меня же видео когда-то об этом было, оно это или нет, тот ли это самый мужчина, с которым я буду всегда, у меня есть сомнения. Вот если сомнения, то это уже говорит о том, что у вас какие-то проблемы, у вас есть сомнения. Но если у вас момент тревожности пожизненной, и вы, в принципе, сомневающийся человек, то для вас такое сомнение – это окей, вы на все сомневаетесь сначала, тревожитесь, потому что это ваша тревожность, это ваша безопасность, вы, в принципе, с доверием у вас проблемы. вот я вам хочу сказать, чтобы, скажем так, убедиться, что это мои отношения здоровые, нормальные, мне с этим партнером будет хорошо, есть там буквально несколько условий. Их там гораздо больше, но я вам назову самые первые, которые мне в голове всплывают. Вот счастливые, нормальные отношения, имеющие перспективу у вас, когда ваш партнер вас не пытается переделать, принимает вас все целостно таким человеком, какой вы есть, поддерживает вас в трудностях, неприятностях и в счастье в том числе. Не все люди могут пережить с вами счастье, разделить его, есть такое слово зависть. Следующее, он не запрещает вам развиваться как личности, да, то есть он хвалит, поддерживает, если у тебя какое-то начинание, поддерживает, они говорят, ты неудачница, человек, как всегда, ничего не выйдет, я в тебя не верю. Это не надо с таким партнером вступать в отношения, он всегда вас будет занижать, это будет проблема подавления вашей самооценки, в общем, проблемы будут. И последнее, он не претендует запрещать вам общаться с кем-то, с друзьями, как-то контактировать и так далее, то есть у вас есть свободное развитие себя, существование вне этих отношений, параллельное. Не конечно, надо расставаться, но у вас есть какая-то маленькая своя жизнь, где вы реализовываетесь как личность. У вас есть там подружки, работа, он вам не запрещает работать, там хобби, возможно, там, не знаю, люблю танцами ходить, хожу, там, не знаю, капоэрой, может, таким-то единоборством занимаюсь и так далее, вы понимаете. То есть у вас остается чуть-чуть чего-то свое. Полное растворение в партнере – это нездоровая история, потому что если партнер уйдет когда-нибудь, вы останетесь вообще на таких минусах, при разбитом корыте, без партнера, без своей личной жизни, просто на равнине выжженной. Вот это вообще нельзя допускать, вам будет очень тяжело возвращаться к норме какой-то, если вообще получится это сделать. Так вот, заканчивая это видео, что хочу сказать. Я вам дала условия ощущения себя, ваших отношений, чтобы понять, есть ли у них будущее, нормальные у меня здоровые отношения или они такими могут быть. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Если у вас есть сомнения или какой-то из этих пунктов отходит, это вам сигнал того, что надо еще подержать отношения этому мужчину на расстоянии, посмотреть, а принимать ли будет он меня всецело, может что-то изменится еще. То есть не сразу влезать в брак, в ответственность, рожать детей, а присмотреться. Если что-то из этих пунктиков, последнее, которое я называла, не совпадает, постарайтесь с партнером это обсудить. Поймите причину его поведения и попробуйте это как-то изменить. Если это не меняется, я вам скажу, что никогда потом, тогда не изменится. И жить вам с этим или нет выбирайте уже здесь на берегу. То есть принимая решение вступать в долгие отношения в длительное официальное с этим человеком, вы должны понимать и осознавать, что вот этот факт уже не изменится. И я его принимаю с вот этим фактом, ну не знаю, с какой-то претензией ко мне или с условием каким-то определенным. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, напишите в комментариях, считаете ли вы это видео полезным. Если да, подписывайтесь на канал, распространяйте видео, пишите комментарии. Если вам нужна моя консультация как психолога, я всегда в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Пишите, тема от письма, консультация. Я отвечу на ваши вопросы. И если вы хотите оставить свою историю для видео, чтобы я их зачитала, ответила онлайн-формате, то тоже пишите письмо с темой письма «История от Анонима». Спасибо за внимание, всем пока!